Приветствую вас и, знаете, вот, прочитал ваш вопрос и полагаю, что основная проблема заключается в том, как вы себя профессионируете, как вы относитесь к тому, что происходит, например, в вашей жизни, как вы воспринимаете вот то, что происходит в ней, как вы именно видите это, как вы видите этот процесс, если угодно, да, и так далее, потому что что-то такова, что если вас преследует безденежье, то это неумение обращаться с деньгами, неумение обращаться с финансами, по сути, если вас преследует безденежье, то есть неумение управлять деньгами, использовать деньги, ну и так далее. Если вас обманывают на работе, значит, ситуация такова, что, опять же, вы неверно, не совсем верно себя как-то вот позиционируете именно уже на работе, то есть здесь тоже есть определенный нюанс, на мой взгляд, ну как вот это видится мне, по крайней мере. Если мы с вами говорим о том, что у вас внук не показывает результаты в хоккее, то здесь вообще возникает вопрос, а зачем вам, чтобы он показывал эти результаты в хоккее вообще? Зачем это нужно вам? Понимаете? Ну не показывает внук результаты в хоккее, ну и что? И что дальше? А почему он должен показывать результаты в хоккее, например? Если он занимается спортом ради себя и потому, что он хочет этого, хочет реально заниматься спортом, да? то думается мне, что правильнее было бы его оставить в покое и позволить ему заниматься тем, чем он занимается и все. А то получается такая очень интересная, на мой взгляд, ситуация, когда вы пытаетесь все контролировать, пытаетесь везде получить какую-то успешность, да? Но при этом у вас явно вот не получается это сделать и из-за этого вы переживаете фрустрацию. То есть ваши проблемы, они по совокупности образуют некоторые препятствия в разных сферах деятельности, как в коммерческой, так и в финансовой сфере и так далее. И по отдельности с каждой сферой, а также, что важно, с детской родительской сферой, говоря о детской родительской сфере, я подразумеваю, имею в виду, точнее, имею в виду то, что, как вы относитесь к внуку своему? Подразумевая детской родительской сферу, я имею в виду, что и ее тоже нужно в обязательном, совершенно в обязательном порядке пронабатывать. Потому что она у вас явно нуждается в том, чтобы, ну, вы меняли к ней отношения, чтобы вы по-другому посмотрели на ситуацию, на то, как обстоят дела. С вашим положением вещей, потому что пока, пока вот то, что я вижу, это, ну, мягко говоря, не совсем то, что нужно для успешного выполнения определенных задач, которые вы перед собой ставите. И да, вы выполняете какие-то вещи неправильно, безусловно, а вот какие-то вещи вы действительно выполняете неверно, но я думаю, я думаю, что это поправимо, потому что не бывает непоправимых проблем по большому счету, и то, что с вами происходит, можно решить. Вопрос в том, да, как это решить, вопрос именно в этом, как это сделать, но я полагаю, что только подробным разбором вашей проблематики. Только подробный разбор, почему и как вы оказались во всей этой ситуации. Вот. В остальном же, пока никаких своих данных, как вам уже сказала, в принципе, моя коллега, вы не предоставили, и, соответственно, я полагаю, что и помочь вам вот именно в вашем контексте возможности не представляется. То есть нужно разбираться. Например, если вы переехали в Питер, то зачем вы в него переехали? Для чего? Чего ожидали, например, чего хотели от переезда в Питер и так далее. Далее, если вы говорите, что, значит, без денег и неудачи, то это, по сути, по сути, это отсутствие контроля над своей жизнью и отсутствие ответственности в первую очередь. Ну, предположить, что вам не понравилось сейчас вот то, что я сказал, потому что вы, наверное, считаете, что ответственности у вас, если так, более чем достаточно. Но, тем не менее, если бы вас ее было достаточно, вы бы не винили вас всем неудачи, невезения и так далее. Это все не делает вас, знаете, более ответственным человеком, к сожалению. И поэтому я вам и хочу сказать, чтобы вы пересмотрели немножечко свою позицию именно по поводу того, как вы воспринимаете то, что с вами происходит. Как вы это воспринимаете? Это важно. Очень важно, потому что без этого невозможно будет как-то корректировать ваши деятельности в принципе. Далее, если мы с вами говорим о том, что вы не можете продать свою квартиру, то это то, что вы не можете продать квартиру, значит, не имеете, получается, правильного представления о том, как ее выставлять на продажу. Не умеете предлагать, не умеете завлечь покупателя, правильно рассказать ему о том, какие преимущества у него будут, если он купит эту квартиру у вас, например. Нет, и так далее. Это дело не в неудачах, а в том, как вы позиционируете, опять же, себя. Как вы позиционируете, вот, собственно, свою деятельность и отношения с другими линиями. Это, на мой взгляд, тоже очень, очень-очень важно. Вот. Ну и по поводу того, что вас обманывают на работе, я уже сказал, то, что обманывать вас никто не стал бы, если бы вы себя, ну, скажем так, умели поставить при выборе рабочего места. А вы, суть по всему, ну, наверное, этого не делаете, в следствии чего у работодателей появляется возможность, лучше сказать, соблазн, может быть, вас обманывать. Ну и, вы знаете, опять же, может быть, вам не понравится, то, что я скажу, но если соблазн у людей есть, то, как-то, знаете, ожидать, ожидать того, что они не будут этого делать, что они не будут вас обманывать, да, ожидать этого, ну, мягко говоря, наивно. Потому что, если люди могут как-то вот получить свою выгоду, они ее всегда получат. Ну, таков закон мира, современного. Я надеюсь, что вы стараетесь в этот момент для себя обязательно тоже зафиксировать. Ну, и полагаю, что в глубинные проблемы вашего поведения стоит погружаться только в том случае, если вы действительно как-то вот больше представите информацию о себе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!